ЗАПАДНАЯ Армения Указ под номером 89 от 7 июля 2021 года О назначении министром культурного наследия Республики Западная Армения Принимая во внимание статью 76.13 Конституции Принимая во внимание статью 77 Конституции Указываю статью 1 назначить господина Рафи Кортошана Министром культурного наследия Республики Западная Армения Статья 2 решение опубликуется в официальном вестнике Республики Западная Армения Карин, 7 июля 2021 года. Подписал президент Армен Акабраме. Западная Армения на несколько дней подверглась проливным дождям. По последним метеорологическим данным, сегодня в нескольких районах Западной Армении ожидаются сильные дожди. Парализовавшие страну проливные дожди не покидают страну уже несколько дней. В результате проливных дождей один человек погиб, а многие получили ранения. Шесть армянских священнослужителей изолированы до диванки. Несколько десятков российских миротворцев находятся в районе вместе с сотнями азербайджанцев. Нам больше всего нужны паломники, говорит отец Атанас. С конца апреля азербайджанская сторона закрыла до диван для армян. До этого ограниченному количеству армянских паломников разрешалось приходить в монастырь по воскресеньям для молитвы или участия в литургии. Азербайджанцы закрыли монастырь для армян, сначала обвинив в эпидемии ковида, а затем заявив, что тартар вылился из берегов и дорога обрушилась. Представитель арцахской епархии, епископ Бартанес, говорит, что сейчас придумали что-то совершенно новое. Они говорят, что у нас тоже есть святилище на территории Арцаха. Мы должны входить и выходить. Сейчас азербайджанцы строят полутора километровую дорогу, чтобы подойти к своей невиданной ранней святыне. Помимо изоляции и отсутствия посетителей, условия в этой диванке также тяжелые. Там нет постоянного электричества и телефонной связи. К счастью, через миротворцев можно отправлять еду от Первопрестола и Арцахской епархии. Европа Ностра и Европейская Ассоциация Археологов выступила совместным заявлением о комплексной защите богатства и разнообразия богатого культурного наследия на территории Арцаха и прилегающих территорий. Выдержка из совместного заявления Европейской Ассоциации Археологов Европа Ностра. Представители двух крупных европейских неправительственных организаций, занимающихся продвижением и охраной культурного наследия Европа Ностра и Европейская Ассоциация Археологов, а также активные члены Европейской Ассоциации Наследия, работающие в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, Советом Европы и ЮНЕСКО, подтверждают, что вместе мы придаем важность комплексной защите целостности и разнообразия богатого культурного наследия Кавказского региона, как многокультурного региона, как Кавказа, так и всей Европы. Настоящим мы осуждаем любой акт повреждения, разрушения или искажения объектов культурного наследия, который произошел в результате конфликта или неуважения какой-либо из культур, процветающих на Кавказе, особенно в всемирно известном Арсанском регионе и вокруг него. Основываясь на ряде международных европейских документов, мы хотим напомнить, что такие действия явно недопустимы и незаконны. Источники в службах безопасности сообщили спутниковой телекомпании «Маятин», что американские военные позиции на ветреной электростанции «Омар» недалеко от границы с Ираком были атакованы беспилотниками. В свою очередь, директор пресс-службы демократических сил Сирии Фархад Шам заявил, «Наши авангардные силы в борьбе против ТАХЭС и международных сил содействия безопасности в районе шахты Дерзорио-Марс оказали сопротивление ударам беспилотников. По предварительным данным, атаки не увенчались успехом и о каких-либо повреждениях не сообщается». Несколько дней назад источники сообщили «Маятину», что четыре неизвестных взрыва были слышны на военной базе США в Сирии, где размещены американские, британские и французские войска. Источники также сообщили «Маятину», что в западной Иракской провинции Амбар было слышно четыре взрыва из-за ракетного обстрела, находящегося под контролем США авиабазой Айнасада. По данным Международного агентства по атомной энергии, 14 ракет попали в военную базу Айнасад и ее окрестности, добавив, что по предварительным данным, три человека получили легкие ранения. Создана возможность виртуального посещения армянского монастыря Святого Фаддея в Иране. Об этом сообщил Джалель Джабари, генеральный директор управления культурного наследия, туризма и ремесел провинции Западной Атарпатакан, Ирана. Виртуальный тур проводится на пяти языках, включая армянский, английский, персидский и другие. Монастырь Святого Фаддея – армянский монастырский комплекс на севере Ирана, построенный в IV-VI веках. В 2008 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с монастырями Святого Степаноса и Дзор-Зора под названием «Армянские церкви в Иране». В археологическом музее Айнтапа будет выставлен кувшин для вина возрастом 3700 лет с надписями, напоминающими смайлик-улыбку. Найдены во время археологических раскопок в древнем городе Каркемиш в Западной Армении. Расположенный на берегу Ефрата древний город Каркемиш является одним из важнейших древних городов мира. Раскопки города, где были обнаружены важные образцы, возглавляет профессор доктор Никола Маркетти. В пробах был обнаружен кувшин с водой с улыбкой на нем. Кувшин с одной ручкой изготовлен из обожженной глины, датируется средним бронзовым веком и был изготовлен 3700 лет назад. Это первая в мире работа с улыбающимся смайликом. Эта находка доказывает, сколько лет истории в Западной Армении, насколько богата была там культура. Это для вас музыкальной группы «Ганзасар» «Ахе Арканг». «Ахе Арканг» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.